Они молоды и талантливы. У каждого горят глаза, и каждый видит мир по-своему. Любовь к родной земле они отразили на полотнах. Работы оказались лучшими из почти 500 заявленных. Работы по своему профессионализму, по настроению, по манере, они действительно очень классные. Сказать, что это ученические работы, нельзя. Юные дарования отправились в самое сердце страны. Своё знакомство с Москвой они начали, как и полагается людям искусства, с центра города, поражающего своим архитектурным разнообразием. Например, знаменитый чайный дом на Мясницкой, постройки 19 века. Здание в уникальном стиле, единственное во всей Европе. Драконы, змеи, панды – все элементы привезены из Китая. Но из-за разницы в погодных условиях расплавлены и созданы вновь в России. Видеть такие произведения искусства своими глазами – это просто праздник для художников. В качестве награды студенты получили три дня с насыщенной программой в Москве. И сделать памятное фото на Воробьёвых горах. Увидеть церемонию смены кремлёвского караула. Не с экрана телевизора, а воочию. Посетить обзорную экскурсию по Москве. Художники не были бы собой, если бы и на Красной площади не нашли своих коллег. Когда в таких масштабах ты всё это смотришь вживую, и они через экран, то вдохновляют, очень сильно впечатляют. Поэтому, думаю, вдохновением мы запаслись надолго. Дальше больше. За очередной порцией вдохновения художники поднялись практически на небо. И увидели город с высоты птичьего полёта. Самый главный сюрприз оставался впереди. Третьяковская галерея и мастерская народного художника Зураба Церетеля. Где мечтает оказаться каждый начинающий творец. Конкурс во славу земли Самарской, который занимается поиском и поддержкой молодых талантов, будет проходить в Самаре раз в два года. Мария Левина, Николай Пифанов. События. Москва.